Тета 0 и тета 1, вот два периода, они в сумме дают минус единицу, да, а интересно, значит, найти их произведение, да. Ну, мы с вами хотим получить квадратное уравнение с корнями тета 0 и тета 1, правда? Но для этого надо найти сумму и произведение корней, так, по теории бьеты. Значит, вот находим произведение. Это надо перемножить вот в две такие скобки, в каждой из которых 8 слагаемых. То есть, когда вы раскроете эти скобки, у вас получится, естественно, 8 в квадрате 64 слагаемых. Вот их можно расположить в каждой клетке шахматной доски, да. Вот, и вот дальше надо это все дело сосчитать, сложить. Ну, понятно, что здесь должны быть некие закономерности, они действительно есть. Вот, давайте я это, наверное, оставлю в качестве упражнения, только прокомментирую основные ключевые моменты. Ключевые моменты состоят в следующем. Значит, здесь 8 строчек. Вот как надо раскрывать скобки? Как надо раскрывать скобки? Раскрывать скобки надо вот так. И как вы привыкли? Вот первое сначала слагаемые, первые скобки умножаем на все, слагаемые на второй скобки и так далее. А надо раскрывать фото. Надо сначала перемножить слагаемые, которые равны стоят от конца. То есть, ε в кубе умножаем на первое, второе умножаем на второе, третье на третье и так далее. И вот это все выписывайте в первой строчке. Вот видно, да, что в первой строчке выписано то, что я сказал, да? Первое, второе и так далее. Вот я подчеркну. Сейчас вы увидите, почему я подчеркну. Когда вторая строчка, это может быть такое. Это вы умножаете первые скобки на второе, слагаемое на второй, затем второе слагаемое отсюда, на третье слагаемое отсюда, да? То есть, сдвигаете на единицу. Здесь берете к слагаемое, а здесь берете к плюс первое слагаемое, ну, подсыплю, естественно. Вот так, ну, и так далее. Дальше сдвигаете, стриг на два идет, ну, и так далее. Вот так, естественно, будут выписаны те же самые 64 слагаемое, но в удобном порядке. Так вот, дальше оказывается, и это несложно показать, что эти восемь строчек разбиваются на четыре пары, и каждая пара это в точности один период Гаусса. Это либо ТТ-0, либо ТТ-1. Например, то, что вот я подчеркнул, ну, да, один из них, да? Чтобы сказать, какой, надо посчитать, что такое 3 плюс 3 в квадрате. Вот, значит, это я оставлю в качестве упражнения, да, хорошо. Полезно сделать самостоятельно, используя вот эти вот, может быть, комментарии. Собственно, так это делал Гаусс. Вот так это скрывал скобки Гаусс, это его прием. Вот, и, соответственно, раз каждый период, это минус единица, да, и тут у вас получается восемь строчек, разбитый на четыре пары, в каждой паре строчек один период выписан, да, то есть один период, он как бы разбит на две половинки. То, значит, получается минус четыре, правильно, один период, минус один. Не один период сейчас, один период, значит, θ 0, θ 0, короче, выписано четыре раза, да, я, возможно, оговорился. И θ 1 выписано четыре раза. Но θ 0 плюс θ 1, это минус единица, да, это все корни, то есть эти корни единицы. Значит, получается минус четыре. Вот, итак, вы получаете квадратное уравнение. Смотрите, θ 0 и θ 1, это два числа, сумма которых равна минус единицы, а произведение равно минус четырем. Но это означает, что они являются корнями вот такого уравнения, согласны? Вот, θ 0 и θ 1. И отсюда вы их находите в полу, да? Вот такая форма. Ну, кто из них θ 0, кто из них θ 1, это, значит, зависит, конечно, от того, кто такой еписерон. Значит, ну, если еписерон это стандартное число, есть, если 2π на 17, да, вот самый первый корень, то тогда вот тот период, который содержит, короче говоря, тот период, который содержит этот наибольший корень, да, вот это, это и будет, значит, ну, он содержит и противоположный, и вот это и будет, на самом деле, корень со знаком плюс. Хотя, конечно, с чисто лагебраической точки зрения это вообще не имеет никакого значения. С лагебраической точки зрения все еписероны равноправны абсолютно эти корни, одного не приводимого в многошелье. Так что, если вам вдруг удастся, так сказать, построить не еписерон, а, скажем, еписерон в пятой, то понятно, что вы все равно построите правильно 17 угольных, правда? Вот вы отметили какую-то его вершину, да, пусть не самую, как бы, первую, да, тип, который идет сразу после вот этой единицы, а вы отметили какую-то такую. Ну, все равно вы будете вот эту дугу откладывать несколько раз, и ясно, что за несколько, так сказать, 17 раз вы отможете все вершины, правильно? Вот, потому что 17 простого числа. Вот, так что с лагебраической точки зрения абсолютно не важно, какой корень вы построите, так что разбираться какие-то знаки, по крайней мере, на этом этапе не нужно. Следующий шаг это, ну вот они, θ0, θ1, вот они выписаны, вот они найдены. Следующий шаг это, вот мы дробим θ0 на 2, да, θ0, 0 и θ0, 1. И здесь, в общем, аналогично. Их сумма это θ0, так, а теперь надо найти их произведение. Ну, здесь, естественно, уже будет вдвое меньше, даже в 4 раза меньше слагаемых, да, у нас в каждый период вдвое меньше, да. Вот, значит, здесь 4 умножить на 4 слагаемых, 16. Вот, и здесь у вас получится всего 16 слагаемых, то есть 2 раза по 8. Получится на самом деле в точности один период и получится другой. То есть здесь на самом деле выписаны все 16 корней первообразных из единиц. Это несложное упражнение. Вот, поэтому их сумма равна минус единицы. И вы получаете такое уравнение, смотрите, мы сейчас с вами ищем θ0, 0 и θ0, 1. Их сумма равна уже известному числу θ0, видите, вот, ну, можно для определенности считать, что θ0 это корень со знаком плюс, да. Вот, а их произведение, значит, сумма минус 1, а сумма θ0, а произведение минус 1. Значит, получается квадратное уравнение, соответственно, тоже понятно какое. Решая это квадратное уравнение, вы получаете, значит, вот такую формулу, да. Опять-таки надо определиться, кого вы берете с плюсом, кого с минусом. Но, опять-таки, можно, если не хотите, значит, здесь, так сказать, ну, мучиться с такой абстрактной алгеброй, там, с равноправием корней неприводимых многоженов, тем более, что на следующем этапе нам придется уже разобраться, да. Значит, вы можете просто их упорядочить все, эти косинусы, они естественным образом упорядочиваются. Это совсем легкое упражнение понять, кто с плюсом, а кто с минусом. Можно также пойти и дальше, вот, но я хочу здесь тогда рассказать еще один способ, который я открыл, на самом деле, не так давно в одной статье о математическом просвещении, посвященной как раз-таки правильному 17-ти угольнику. Там же я увидел интересные очень доказательства квадратичного закона взаимности, о котором я, наверное, тоже тогда вкратце упомяну. Вот это тригонометрический способ, тригонометрический способ. Это очень красивая тригонометрия, и вот как раз это, как здесь можно объяснить, можно построить, так сказать, правильный 17-ти угольник, вообще не упоминая комплексных чисел, да. Но для этого придется пробраться через некие тригонометрические дебри. Основная идея стоит в следующем, что, вот, давайте рассмотрим такие выражения, цикавы, да, это сумма двух сопряженных корней. Значит, как вы помните, это в точности удвоенные косинусы, да, удвоенные действительные части. Тогда вот то, что выписано на второй строчке, это не что иное, как известная вам из школы формула произведения косинусов, да. Косин, ну там, это удвоенные косинусы, да, ну там, после сокращения на двойке, они там возникают, у вас получается сумма, косинус суммы и косинус разности, правда? Вот есть такая формула, ck на cn, вот. Вот, и кроме того, в сиро учетности, да, ck это то же самое, что c17 минус k, правда? Это понятно. И вот с помощью этого можно то же самое вычисление, тета 0,1, тета 0,0, да, которое мы провели на предыдущем слайде, можно решить с помощью чисто тригонометки. Вот, а именно, значит, вот тета 0,1, это c1 плюс c4, тета 0,0, это c2 плюс c8. Вот, это, чтобы вот это понять, почему это так, надо просто расположить эти эпсилоны в нужном порядке, значит, и просто аккуратно, честно написать, кто есть кто, это несложно. Дальше вы раскрываете скобки просто вот по этой тригонометрической, просто раскрываете скобки, а дальше пользуетесь тригонометрической формулой. То есть произведение косинусов сводите к простым косинусам, вот, к суммам и разностям, к косинусу суммы и разности. И вот получаете сумму всех косинусов как раз-таки, вот вы можете увидеть, что это все 8 косинусов, да, какие возникают, это минус единица. Вот, и точно так же уже последний шаг тригономерический тоже очень удобно сделать, собственно, чтобы найти уже сами косинусы, да. Видите, c1 и c4 это, так сказать, это косинусы, и мы с вами знаем их сумму и произведение, согласны? Так что теперь нам остается найти сами c1 и c4, вот их сумма, это известное число уже тета 0,0. Вот оно выражено в радикалах на вот этом слое, да, видите? То есть мы сначала нашли тета 0, это вот через корень из 17, да, а затем мы выразили тета 0,0, вот, да, используя уже тета 0,0. Это следующее квадратное уравнение. А теперь, зная тета 0,0 и тета 0,1, мы должны с вами найти тета уже с тремя нулями, да, еще идея. То есть это уже c1, вот, ну и c4 заодно, вот, их произведение, это формула тригонометрия, опять-таки, да, c1, c4, это c3 плюс c5, вот, это, значит, можно сказать, это тета 1,0, значит, вы знаете произведение c1, c4, вот оно, и вы знаете сумму, c1, c4, вот оно. Значит, вы опять составляете квадратное уравнение и находите вот эти c1, c4, которые в других обозначениях это вот периоды гаммуса в точности, да, длины уже 2, вот. И вот это на самом деле окончательно, вот если собрать все вместе, если собрать все вместе, значит, то вот получится такая программа для построения правильного 17-угольника. Ну вот здесь вот еще один слайд, здесь, ну, значит, те, кто будет нас смотреть, они смогут это подробнее, значит, все проверить, поэтому я обращу сейчас на это внимание. Я понимаю, что сейчас за этим следить, конечно, совершенно нереально, это надо просто с ручкой и бумагой проводить эти вычисления. Значит, на что я здесь хочу обратить внимание? А вот на что, что все-таки разбираться, где здесь плюсы, где минусы, на самом деле надо, вот, да, в какой-то момент. И это, на самом деле, ну, вот, не так, может быть, просто, то есть, ну, почему это совершенно необходимо? Потому что, смотрите, вот на первом этапе вот мы нашли, да, тета 0, тета 1, они у нас как бы равноправны, там плюс-минус корень 17. Вот здесь мы тоже нашли тета 0, 0 и тета 0, 1. Обратите внимание сейчас просто на индексы. Сейчас не надо, может быть, разбираться подробно, просто посмотрите на эти индексы. Тета 0, 0 и тета 0, 1. Вот их мы знаем. Понятно, что тета 1, 0 и тета 1, 1, они выражаются по таким же формулам, но только здесь будет вместо тета 0 будет тета 1. Ну, можно аналогично сделать. Вот. Но теперь давайте посмотрим на следующий шаг. На следующем шаге, когда вы находите произведение тета 0, 0 и тета 0, 1, да, вот, я это сделал. Вот вы получаете минус 1, значит, значит, сейчас тета 0, 0, тета 0, 1, да, а сейчас, а сумма у вас, сумма тета 0, 0, тета 0, 1, это тета 0, это вы знаете, произведение, значит, вы тоже знаете. Да, значит, трудность возникает на следующем этапе, правильно? Да, сложность возникает вот на каком этапе, смотрите, вот, вот как раз на финальном. Когда вы находите вот эти косинусы, это вот 3, 0 и 0, 0, 1, так, то они, смотрите, через что у вас выражаются. Они выражаются через тета 0, 0 и через тета 1, 0, а не 0, 1, вот так получается. Вот в силу как раз вот этой формулы. Вот так вот, тут никуда не денешься. Ц1, Ц4 это тета 1, 0, а не тета 0, 1. А у вас было только тета 0, 1, видите, у вас было тета 0, 0 и 0, 1. А вот 1, 0, 1, 1, это другая совершенно группа периодов, она в таблице совсем в другом месте. Она вот здесь, значит, это вот она, вот у вас правая половина таблицы, а вот левая. То есть я шел по левой половине таблицы, да, вот тета 0, потом вот тета 0, 0, 1, да, и вот иду вот по самому левому краю. Но приходится заглядывать в правую половину. И вот здесь поэтому приходится еще вот технически немножко возиться. Приходится немножко возиться. В общем, я вам рекомендую это посмотреть. То есть там вот с согласованием знаков возникают некоторые трудности, их нам достаточно приятно преодолевать. Вот. Значит, таким образом окончательно вот нужно еще тета 1, 0 выразить через тета 0, 0. Это делается тоже проще с помощью тригонометрии. Вот так это можно сделать. Вообще надо отметить, что все периоды, которые лежат в одной строке, то есть, грубо говоря, у которых одинаковое количество индекса, да, они все рационально выражаются друг через друга. Вот. Это, так сказать, некий, это верно из неких общей алгебраических соображений и может быть проверено вот непосредственно вот с помощью аналогичных выгодок. Короче говоря, вот окончательно все выражения в радикалах. Вот последовательно выражаете корень из 17, да, это гептенуза, значит, в треугольнике со сторонами 1 и 4, с каметами 1 и 4. Вот. Выразили, потом вот дальше извлекли корень из того, что есть. Все эти выражения строятся с помощью циркуля-лилейки. И в конечном счете вы поручаете θ0,0,0,0, то есть удвоенный косинус 2π на 17, а уже из него вы можете построить правильный 17-угольник.